Всем доброе время суток! Спасибо, дорогие друзья, что вы ко мне заглянули. Я думаю, что время я у вас не украду. Вы его не потеряете. Ничего не съела. Есть или не есть? Вот в чем вопрос. Вот смотрю я на него, вот испекла сегодня торт. Обыкновенный бисквит с брусникой, внутри крем сливочный с грецким орехом. Вот страшно хочется, но не буду. Пускай дети едят. А вам, как и обещала, дорогие друзья, расскажу, как мы познакомились с супругом. Давно обещала, меня попросили, Наташ, ну как вы познакомились, ну как вы познакомились. Судьба. Я так долго упиралась по поводу интернета, как-то я вот так от него все время. Нет, 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 нет. Еще трудилась в оздоровительном лагере и Наташа Ивакина, мой заместитель, она мне говорила, Наталья Викторовна, да вам все равно придется его освоить, все к этому идет. А я сидела, писала от руки на планшетах, рукописи свои, нет, 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 меня это не коснется. Но это коснулось меня именно тогда, когда пришлось экономить время и сценарии, предложения, разработки, всевозможные документации отсылать по электронной почте, дабы не ездить самой, потому что, я не знаю, времени очень мало. Время летит, летит, его не хватает. Какие там 27 часов? Мне 30 часов в сутках, мне не хватит, просто не хватит, катастрофически. И вот, я провела интернет. Сидела я в этом интернете, ковырялась я там, ничего не понимала совершенно, что это, как это. Но, конечно, как любого ребенка, игрушка засасывает, ему любопытно, да, что же это там такое, это что за кнопочка, это что за кнопочка. Леночка Сметанюк, мой друг, мой замечательный друг, она давно мне писала, по телефону говорила, Наталья Викторовна, есть такой хороший сайт, мой мир, вам надо как-то туда там все познакомить с кем-нибудь, подружить с кем-нибудь, сможете, значит, себя как-то реализовывать, свой потенциал туда вкладывать. Как-то говорила, говорила, я все откладывала, все это откладывала, прошел год, как Леночка говорила, я все откладывала. Ну вот, наконец, я провела эту линию, купила себе ноутбук, вспомнила о Лене, вспомнила о том, что она мне говорила про какой-то мир, начала что-то там искать, нашла мой мир. Это первое было, с чего началось мое знакомство с интернетом. Я выложила, ну, естественно, там заполнила, все выложила, несколько фотографий, и когда я изучала страничку, сейчас, конечно, все вот так вот, с ног на голову, все изменилось, я уже там ничего найти не могу. Наверное, те, которые сейчас только появились в интернете смотрят, да, им все понятно, но вернемся назад. И вот я смотрю на это окошечко, там написано «Голосование за фотографией». Думаю, интересно, что это такое, голосование за фотографией. Я туда захожу, там пять, четыре, три, два, один, да, я думаю, наверное, надо честно что-то делать, да, что-то там, что-то я на одну фотографию что-то поставила четыре, на другую что-то поставила три, и ничего не понимала толком, что-то тыкала, тыкала. И вдруг передо мной на экране фотография мужчины кавказской национальности. Слева и справа два молодых человека, во всей видимости сыновья этого мужчины. Я вот так вот смотрю на экран, ой, какой он красивый, какой он мужественный, какой он гордый за своих сыновей, вот он стоит такой статный. Думаю, на паладу бель-бель-оглы похож, прям как похож, так порассуждала. И думаю, нет, эта фотография достойна пятерки. Я тогда, да, голосую, ставлю цифру пять, нажимаю на цифру пять. Я даже тогда не могла предположить, что именно в это же время, когда я проголосовала за фотографию своего будущего мужа, он проголосовал за мою фотографию. Он точно так же вышел в интернет, подключил линию, купил ноутбук в то же самое время, что и я. И я получаю от него письмо. Получаю от него письмо с благодарностью за... А, я написала комментарий. Вот, вот, я написала. У меня вообще на сайте лежит полностью вся наша история переписки первых шести месяцев, потому что мы очень долго разговаривали на «вы». Мы никак не могли позволить там друг друга поцеловать. Наши отношения были настолько, настолько, я не знаю, прозрачными, хрустальными, чистыми такими. Мы так переживали, что мы вдруг, не дай бог, друг другу что-то обидное скажем, что-то не так. То есть мы были очень и очень осторожными в переписке. Так вот я, после того, как проголосовала, я смотрю там окошечко, да, комментировать. Я написала тогда, я написала комментарий, что у вас замечательные сыновья, вы ими гордитесь, ну я точно не помню, то есть, что замечательная фотография. И там отправить все, все методом тыка, все методом тыка делалось. И вот он мне пишет письмо. И вот он мне пишет письмо. Большое вам спасибо, Наталья, за ваш комментарий. Да, это мои сыновья. И я действительно очень горд, горжусь ими. Ну, что-то коротенько так. Не помню сейчас, вот можно поднять. Мы иногда поднимаем с супругом нашу переписку. Ведь это был 2009 год, сейчас на календаре уже 2014. Не так-то много времени прошло. Но мы писали, мы писали просто, засыпали друг друга письмами. Мы все время друг к другу писали, 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 писали. Поэтому что-то могло просто в памяти так не уложиться. Но переписка наша, она сохранилась. И я ее перенесла. Блоги уничтожили, все там уничтожилось в Вейле. А переписка вся наша жива. Я как чувствовала, что нужно все сохранять, все сохранять. Потому что это дневниковые записи. Они дорогого стоят. Мы вспоминаем, мы читаем. Ой, это все настолько здорово. И каждое утро, я готовила завтра, каждое утро. Я по интернету его отправляла мужу. Я писала ему, доброе утро, дорогой. Приятного тебе аппетита. Как прошел день, как пожелания, все. И он мне отвечал. Вот так мы познакомились. Вот так, путем того, что просто одновременно проголосовали друг за друга. И вот этот мой небольшой комментарий под фотографией стал судьбоносным. Судьба была уже тогда, вот с этим кликом, была решена. И как бы ни хайли интернет, что бы ни говорили, что бы там не происходило, там вот, там засасывает, там туда-сюда. Никто никого, никогда, никуда не засосет, если вы сами этого не захотите. Просто дозировать все. Все в нашей жизни нам разрешено. Но не все нам полезно. И все нужно просто, чтобы все имело определенную дозировку. Конечно, мы сначала были, как, не знаю, погрузились туда, прям плюхнулись в этот интернет, бежали, чтобы друг другу все это писать. Ну, это и естественно. Ну, а как по-другому? Ну, а как по-другому? И все настолько живо, все настолько по сей день, как будто это вот только что произошло. Ничего в наших отношениях не изменилось. Ничего не угасло, ничего не завяло, ничего не засохло. Все свежо, все прекрасно, все чудесно. Я очень люблю своего супруга. Он очень любит меня, и мы это чувствуем каждый раз. Каждый раз. Неважно, по телефону ли позвонили, по скайпу ли друг другу, вышли на встречу. Да, пока мы еще не вместе живем, есть на то причины. Зима и лето я в Баку, осень, весна я в Красноярске. Но время так быстро бежит, что сейчас с каждым разом все быстрее, быстрее, быстрее. Как будто вот этих первые годы было очень долго ждать, пока я поеду. Вот так было долго, сейчас ускорилось, еще больше ускорилось время. Оно ускоряется, ускоряется, ускоряется. И я только успеваю брать билеты, не успею вернуться в Красноярск, я уже через месяц покупаю билет, чтобы лететь обратно в Баку. Все очень так быстро. Вот и вся собственная история. Ага, все остальное обо всех наших путешествиях, о наших интересных моментах жизни. Все лежит, все рассказано, все на сайте. Там, знаете, мне некоторые говорят, Наташа, ты с таким откровением рассказываешь, все так как-то даже где-то интимно, все это сугубо скорее личное, зачем там об этом рассказывать. Когда мне однажды написала Танечка письмо, «Наташа, мне 40 лет, и я думала, что жизнь моя закончилась. Мне нечего ждать от нее. Моя судьба обрекла меня на одиночество. Все, дом, работа, работа, дом. Но когда я прочитала одно из ваших утренних писем мужу, «Когда я заглянула, сколько вам лет с супругом, и когда вы познакомились, как все это произошло, мне так стало стыдно. Все, я поняла, что жизнь только в 50 лет начинается». Поэтому если вы сейчас смотрите этот сюжет, и если вы точно так же были разочарованы в свое время, либо сейчас разочарованы, как Татьяна, в том, что 40 лет, 45, 50 – это все, поверьте, все только у вас начинается. И начинается прямо сейчас. Даю установку. Прямо сейчас. Садитесь в интернет, не идите в знакомство. Полистайте фотографии. Полистайте их. Но вдруг вы тоже встретите свою судьбу. Вы проголосуете за эту фотографию, напишите комментарий и получите письмо. И ваша судьба будет решена. Всего вам доброго. Доброй ночи. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok